Пять лет назад впервые было подписано соглашение между профсоюзами ветеранской организации и БРСМ, но каждый год планы и формы сотрудничества корректируются, не стал исключением и нынешний период. Очевидно, что время требует новых подходов в работе, быстрого реагирования на происходящее в стране и регионе. Я очень поддерживаю то, что соглашение заключается на год, потому что стратегические планы, они, конечно, безусловно, очень важны. Но мы прекрасно понимаем, и прошлый год опять же показал, что далеко планировать, наверное, не имеет большого смысла, потому что время, каждый месяц, каждое новое событие вносит коррективы и требует от нас каких-то новых подходов. Хочу еще раз для вас и для нас, для всех сказать, что план – это, конечно, хорошо, но самое главное, мы должны понимать его результативность. Поэтому мне кажется, что в конце года, когда мы успешно выполним все то, что намечено, мы обязательно должны увидеть, что за каждым запланированным мероприятием есть конкретный эффект. Нынешний год отмечен событиями, которые оставили неизгладимый след в истории белорусского народа. 80-летие начала Великой Отечественной войны, 35-летие Чернобыльской трагедии, современные даты, такие как год народного единства. И здесь очень важно не упустить главного, и такое своеобразное триединство ветераны молодежи профсоюза могут показать, как правильно работать и какой эффект может быть от всех проводимых мероприятий. Опыт есть, есть желание, определены планы, нужно соединить все в единое целое, чтобы каждое мероприятие не учило патриотизму, а показало реально, что такое патриотизм. Большая роль в этом отводится ветеранской организации. Сегодня мы рассматриваем БРСМ как будущее нашей страны. Профсоюзы это настоящее, а мы, ветеранская организация, это, как принято говорить, героическое прошлое. Как бы сложно не было в прошедший год, это, конечно, и непростая социально-политическая обстановка, и ситуация, отягощенная эпидемией. Тем не менее, мы, анализируя данное соглашение, пришли к выводу, что большинство мероприятий было выполнено, прошли они все достаточно достойно, и что дальше нам нужно двигаться вперед только вместе. Действительно, только вместе можно реализовать намеченное. И вот здесь следует отметить непререкаемое лидерство ветеранов. Они, несмотря на возраст, активны участники всех инициированных мероприятий, акции, автопробеги, дискуссионные площадки, встречи с молодыми людьми. И как бы в ответ – забота о ветеранах. В этот сложный период пандемии волонтеры БРСМ организовывали доставку продуктов и лекарств пожилым людям. Зимой приводили в порядок придомовые территории, и сегодня эта работа продолжается. Огромная поддержка социально и материально оказывается ветеранам и профсоюзами. Не остаются без внимания и молодые люди, о чем говорят и новые тарифные соглашения, когда отраслевые профсоюзы не забывают не только о сегодня работающих, но и о тех, кто некогда трудился на предприятиях. В нашей организации действительно и порзенно трудились хорошо и трудятся. Но такой тримоверат для нас важен, потому что у каждой организации есть либо опыт, либо свои силы, человеческие силы, потенциал, либо идеи. И, конечно же, в рамках нашего сотрудничества эти идеи реализовать намного проще. У нас продолжается упор именно по работе с молодежью на сохранение исторической памяти. И, конечно, мы будем привлекать ветеранские организации, просить их, чтобы участвовали в нашем формате, как открытый диалог, в дискуссионных площадках. В принципе, мы это делали, но я думаю, что мы должны сделать это и больше. В последние годы мы действительно очень активно поработали все вместе. И тот процесс, который у нас идет по заключению тарифных соглашений, у нас на сегодня в области 66, и за этот период люди росли на 2. У нас уже появились тарифные соглашения торговли, противореческой кооперации и строительства. А это говорит о том, что наши люди, как и молодежь, так и наши ветераны, они получают дополнительные гарантии. И наше профсоюзное деятельность именно это и направлено. Я хочу сказать, что у нас под защитой профсоюзной находится порядка 42 тысяч пенсионеров и 90 тысяч молодежи. Это цифры действительно очень серьезные. В данном контексте следует отметить, что все больше в профсоюзы приходят предприятия, а не государственного сектора экономики. И это должно быть продолжено. Как должна продолжаться работа в проведении совместных патриотических мероприятий, благотворительных акций и марафонов мужества. Наша организация встречалась в марте 2021 года с губернатором Брестской области Юрием Витальевичем Шулейко. И многие инициативы он наши поддержал. Во-первых, конечно же, это чтобы трудовые коллективы посещали Брестскую крепость. Это очень важно. Поддержал и марафон мужества, который мы в 2021 году уже дали старт. И, скажем так, открою секрет, что этот марафон мы хотим представить, чтобы он стал республиканским проектом и пронизал всю страну, всю республику именно в плане патриотической памяти. И еще одна несомненно важная позиция, которая также отражена в соглашении, это повышение значимости и престижа труда человека рабочих специальностей. Работа общественных организаций, тесная работа ветеранская и молодежная, она всегда была рассчитана на преемственность. Мы сегодня прекрасно понимаем, насколько важно для нашей страны, важны люди и рабочих профессий прежде всего. Нам надо переформатировать сознание людей на то, что для нашей Беларуси рабочие профессии на нынешнем производстве – это престижно и здорово. Сегодня ждут их там, и сегодня вот этот сектор экономики, он действительно заслуживает того, чтобы там работала молодежь, талантливая, продвинутая. Соглашение на 2021-2022 годы подписано. Дело за малым. Реализовать намеченное. Алена Миневич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ